Как будет выглядеть старый базар после реконструкции, об этом вы можете узнать на страницах информационного агентства «Толк». Обновленный рынок заработает осенью 2019-го, сказано на сайте, ответственная за запуск проекта компании. Также есть информация о планировке здания. Известно, что на первом этаже откроются кафе и рестораны с летними террасами, а также аптека и сувенирные лавки. Подробности на сайте информационного агентства «Толк». А журналисты «Комсомольской правды» Барнау сообщают о том, что на двух подростков с крыши упала льдина. ЧП случилось в минувшую субботу в самом центре краевой столицы. Снег в перемешку со льдом сошел с крыши дома по адресу проспект Ленина, 87. Пострадавшим школьникам потребовалась помощь врачей. Этим делом заинтересовались сотрудники Следственного комитета. Они дадут оценку действиям управляющей компании. Эти и другие новости читайте на страницах «Комсомольской правды» Барнаул. Скандал с учительницей русского языка одной из барнаульских школ получил продолжение. Об этом пишут журналисты московского комсомольца. Педагог, которого осудили за откровенные фотографии в купальнике, опубликованные в интернете, все-таки написала заявление об уходе из школы по собственному желанию. Еще в феврале, когда вся эта история была предана огласке, за учительницу вступились родители учеников. Но руководство школы настаивало на увольнении. Почему женщина все же решила покинуть учебное заведение, читайте на московском «Комсомольцы» в Барнауле. Реки на Алтае вскроются раньше привычных сроков. Об этом пишут журналисты Политсибру. По словам спасателей, уровень воды пока ниже критического, начат процесс разрушения ледового покрова рек. Вероятно, что уже в начале апреля на территорию Алтайского края придет первая волна паводка. Зато уже известно, что лето будет теплым. Специалисты Гидромедцентра России опубликовали предварительные данные о погоде на территории страны, в частности, в нашем регионе. Подробности есть на АИФ Алтай. В целом, особых сюрпризов не ожидается. Осадков будет в пределах нормы, как и температурный режим. Субтитры подогнал «Симон»!